Глубоковажаемый президент, глубоковажаемые коллеги, это большая честь выступать на 5-м международном Петербургском онкологическом международном форуме. Актуальность данного сообщения не вызывает сомнений, поскольку, конечно же, правильному пациенту сегодня мы должны назначать в правильное время правильный препарат. И такой подход основывается, конечно же, на мультидисциплинарном, пациентцентрированном, высокоточном, комплексном и проблемно ориентированном подходе. У нас, конечно, с вами появились новые слова и в центре, конечно же, такого подхода наш пациент. Очень хорошо и очень легко быть хорошим химиотерапевтом, хирургом, когда у тебя в команде работают грамотные патоморфологи, молекулярные генетики, специалисты лучевой диагностики, ядерной медицины, которые позволяют нам все вместе устанавливать правильный диагноз гистологический, молекулярно-генетический, моногистохимический. С учетом степени распространенности опухоли, фактически мы устанавливаем, определяем паспорт пациента, и это влияет не только на выбор тактики лечения, но и, конечно же, на прогноз жизни больного. И посмотрите, какая большая команда, но опять-таки подчеркиваю, это пациент-центрированный подход. В центре нашей с вами команды, конечно же, пациент. И важно, чтобы информацию наши пациенты получали от нас с вами, потому что доктор Google или доктор Facebook – это, к сожалению, наша реальность, но очень важно общаться с пациентом. И минимум три минуты общения с пациентом крайне важно и позволяет получить, и именно разговоры самого пациента с нами позволяют в ряде случаев решить крайне важные проблемы и снизить недовольство самого пациента. И вот я думала, как выразить основную парадигму мультидисциплинарного подхода, и на АСКО это прозвучало как никогда. Если хочешь идти быстро, иди один, но если хочешь уйти далеко, иди вместе. Поэтому мы и здесь с вами, ведущие специалисты в области лечения рака молочной железы, все вместе разбираем сложную проблему, казалось бы, внешне легко расположенные и хорошо, то есть внешне локализованные опухоли рака молочной железы. И прецизионный подход, он все больше и больше внедряется в тактику лечения наших пациентов, потому что известно, наряду с молекулярно-биологическими суррогатными подтипами, известно более 200 мишеней, которые так или иначе влияют на прогноз жизни пациента, на выбор тактики лечения больных. И, конечно же, самое значимое событие за эти 5 лет, вот для меня и, думаю, для нас и каждого, это, конечно же, что для больных трижды негативный рак молочной железы, хотя бы части такой категории больных, появился свет в конце туннеля. Потому что это, как правило, молодые женщины. Они великолепно отвечают на любую химиотерапию, платина содержащую, неплатина содержащую, токсан содержащую, антрациклин содержащую, но крайне быстро у них и крайне достаточно высокой частотой вероятности развиваются и рецидив, и отдаленные метастазы. И самое важное, не только висцеральные метастазы, но и метастазы в головном мозге, с той же частотой частотой, как и леприхердопозитивном раке молочной железы. И вот будущая парадигма, которой мы будем следовать при выборе тактики трижды негативного рака молочной железы, она не за горами. Но отчасти мы это уже делаем. Первое – это определение мутации Берсии. Это вот мутация Анжалии-Наджалии. И при наличии её назначения парп-ингибиторов, это аллозапариб сейчас проходит, как и аллопариб, расширенный доступ в нашем центре уже более 20 пациентов получила данный вид лечения. И определение ПДЛ-экспрессии, которое опять-таки позволит нам идентифицировать ту группу пациентов, у которых мы можем получить колоссальные результаты в отношении увеличения общей выживаемости. И действительно, премию по физиологии и медицине – это самое, с моей точки зрения, значимое событие в Нобелевском комитете, поскольку, конечно, 31 год назад уже был прочитан впервые код анти-CTLA-4. Прошло уже 32 года. Медаль, точнее, не медаль, а награду нашла в своих героях. Но всё-таки она их нашла и очень заслужена. Поскольку, если мы чётко понимаем, если взять ХЕР-2-экспрессирующую опухоль, есть в ядре и опухолевой клетке рецептор ХЕР-2 под действием механизма антителозависимой цитотоксичности, соответственно, инактивируется опухолевая клетка и ниже лежащие сигнальные пути уже не идут и не активируют рост и метастазирование опухолевых клеток. А что же происходит, когда мы пытаемся воздействовать на иммунную систему? Я это услышала на одной международной конференции. Объяснение достаточно понятное, я его очень часто использую в своих докладах. Все наши попытки раньше воздействовать на иммунную систему приводили к неуспеху. А с чем это было связано? Ну все мы водители, ну представьте себе, что у вас топлена в пол педаль тормоза. И вы пытаетесь давить на педаль газа. До этого мы использовали всевозможные виды иммунотерапии. А как только появились чекпот-ингибиторы, при том, что мы давим на педаль тормоза, мы отпускаем педаль, то есть давим на педаль газа, мы отпускаем педаль тормоза. И вот эти вот лимфоциты, они прозревают, они видят опухолевую клетку, и клетка опухоли перестает ускользать от иммунного ответа. И вот этот механизм, воздействие на иммунную систему с помощью чекпот-ингибиторов, он, конечно, колоссален и заслуживает. И открытие этого механизма, и открытие препаратов, которые воздействуют в результате данного механизма, конечно, колоссально. В настоящий момент FDA зарегистрировал более 20 показаний ингибиторов точек иммунных контроля, которые, этот ингибитор точек иммунного контроля, заново обучает иммунную систему организма бороться со злокачественной опухолью, лишая возможности опухолевых клеток ускользать от иммунного надзора. Кривые расходятся. Мы видим, что добавление к НАПА клетоксилу в первой линии PDL, экспрессирующего рака молочной железы, у больных трижды негативным раком молочной железы, добавление тазолизумаба приводит к значимому увеличению общей выживаемости. Это победа. Это действительно победа в лечении больных трижды негативным раком молочной железы. 15 апреля прошла регистрация, что такая комбинированная терапия показана в первой линии у больных, имеющих экспрессию более 1% клеток, на иммунокомпетентных клетках, инфильтрирующей ткань опухоли. ХЕР-2 – позитивный рак молочной железы. Но здесь вообще для нас с вами это однозначно. Больные с ХЕР-2 экспрессией, как ранний рак, так и метастатически, обязательно должны получать анти-ХЕР-2 терапию. Это уже парадигма. Это не проведение таргетной терапии, направленной на мишень ХЕР-2. Это приравнивается к ошибке. Потому что доказано, что биологически направленная анти-ХЕР-2 терапия действительно меняет биологию опухоли. Выживаемость тем выше, чем мы полностью используем ресурсы. Нам правительство ставит задачу увеличивать выживаемость больных. Так вот, для больных ХЕР-2 позитивным раком молочной железы даже двойная блокада при метастатике, в первой линии 50% больных переживет пятилетний рубеж. А без этого лечения, еще Наталья Накентин-Переводчика 20 лет назад запубликовала книгу, было сказано, больные с метастазами в печени живут 6 месяцев. И представьте, в первой линии 50% переживет пятилетний рубеж. А это своевременное использование анти-ХЕР-2 терапии и оптимальное использование двойной блокады и при прогрессировании применение препарата ТДМ. И механизм действия действительно уже даже тут его показывают, наверное, наши аудитории уже примекались эти слайды. Но тем не менее, самое важное, с моей точки зрения, это интенсификация адювантной терапии херло-позитивного рака молочной железы у пациентов группы, неблагоприятного прогноза у пациентов. Соответственно, особенно это важно тем пациентам, которые вне адюванте не получали пертозумаб. А пациенты с факторами риска, соответственно, с отрицательным, особенно важно для пациентов с отрицательным эстрогеновым рецепторным статусом, особенно важно для пациентов с пораженным статусом лимфатических узлов. И важно, да, всегда говорят 2, 3, 4, 5, процента 5. Это колоссальные цифры, потому что в конечном итоге за ними стоят колоссальные цифры женщин, чьих-то мам, дочерей, сестер. И это если ежегодно заболевает 2 миллиона женщин, ну, около 2 миллионов женщин рака молочной железы, каждый процент, а для адювантной терапии в целом мы говорим о 5%, но это значимые цифры. И это приводит, и такая двойная блокада в адюванте, приводит к снижению риска рецидива на 23%, соответственно, в подгруппе пациентов с пораженным статусом лимфатических узлов, и у пациентов с отрицательным эстрогеновым статусом, истинным хердопозитивным подтипом, снижение риска рецидива на 24%. И вот так вот для метастатического рака молочной железы состоит сейчас алгоритм. Я не стала его переписывать на русский, и хочу показать, что это крайне важно. Постоянная блокада хердва. Мы меняем только комбинаторный партнер. Это может быть мы меняем цитостатик, или к тростозумабу добавляем пертозумаб, или же меняем потом на ТДМ, который по сути является иммуноконюгатом, тростозумаба, мостик-линкер соединяет с суперактивным цитостатиком. И будущее. Посмотрите, назначая своевременно антихердва терапия, мы даем пациентам даже до новой, более эффективной лечения. Сейчас пациенты в первой линии двойная блокада дают медиану выживаемости 5 лет. Потом назначение у нас, если мы говорим о метастатике ТДМ, еще до 2 лет. Это не предел. Мы меняем комбинаторный партнер, продолжаем тростозумаб, слопотенибом или ститостатиком, а дальше впереди у нас и тирозинки, и ингибиторы антитела, и иммуноконюгаты, которые эффективны для данной категории больных. И, наконец, самая благоприятная подгруппа пациентов – это гормонопозитивный рак молочной железы. И эти пациенты, ряд пациентов, приходят к нам изо дня в день уже десятилетиями, получая в ряде случаев тамоксифен или ингибитор ароматаза, если мы говорим о метастатической форме, или же это пациенты, перенесшие комплексное лечение, которое в Адиванте получает 5 лет тамоксифен, группа неблагоприятного прогноза может получать и до 10 лет. Эволюция гормонотерапии насчитывает более 120 лет, когда все началось с авариктомии. В настоящий момент авариктомии в Адиванте хирургической не проводится, только лекарственная. Потому что женщина, закончив это авариальное лекарственное лечение, может в будущем стать матерью. А это всего лишь 5 лет, это молодые женщины. Хирургическая авариктомия показана только женщинам метастатическим, соответственно, гормонопозитивным раком молочной железы. Конечно, бывают исключения и для Адивантной терапии, но в основном только лекарственная терапия. И гормонотерапия как стандарт лечения метастатического рака молочной железы, конечно же, и в целом гормонопозитивного рака молочной железы, это основной стандарт, это даже не обсуждается в настоящий момент. И вот если говорить, возвращается к лекарственной авариальной супрессии, как интенсифицирующей гормонотерапии в группы неблагоприятного прогноза, у нас есть исследования текст и софт, которые были опубликованы за этот 5-летний период, которые предремонстрировали улучшение показателей общей выживаемости в группе пациентов, принимавших комбинацию тамоксифен и трестрипторелином по сравнению только с тамоксифеном. У женщин, получающих химиотерапию, снижение риска смерти составило 41% в группе тамоксифенов комбинации с трепторелином. И результаты по первичной и конечной точке выживаемости без признаков заболевания было достоверно лучше во всех возрастных группах, в том числе и до 50 лет. Молодая женщина или нет, ну вот мне исполнилось 45 лет, я уже по возле не отношусь к молодой женщине, я себя ещё такое ощущаю, поэтому понятие молодой женщины у нас у каждого свой биологический возраст, у нас у каждого свой биологический паспорт. И вот эта общая выживаемость, да, немного, но опять-таки эти результаты статистически достоверны. И ещё мы забыли, действительно забыли, обидно забыли, почему мы забыли таремифен, хотя таремифен действительно это значимая опция гормонотерапии как при раннем, так и при именностатическом раке молочной железы с достаточной эффективностью и хорошим профилем безопасности. Мой учитель Михаилович Гершинович ещё около 20 лет назад, и здесь вот сидит как раз-таки Мария Михайловна Константинова, которая занималась достаточно много этим препаратом, но почему-то мы о нём забыли, хотя мы сейчас активно начинаем использовать наши клинические практики. И это, по сути, антагонист, который действует в самой молочной железе, и в меньшей степени проявляется его активность в отношении гиперплазии эндометрия, и в меньшей степени проявляются осложнения, которые связаны с данным видом терапии, включая и цереблевосваскулярные, и тромбоэмболии. Есть доказательная база об эффективности этого препарата в адеванте, есть доказательная база применения данного препарата при метастатических формах, и препарат более безопасен. Как в отношении тромбоэмболических осложнений, так и в целом в отношении стимуляции эндометрия. И меньше снижается минеральная костная плотность при назначении данного группы препаратов, как по сравнению с атомоксифеном, так и по сравнению с ингибиторами ароматазы. Поэтому настоящий момент, но мы чётко понимаем, казалось бы, больные гормонопозитивным раком молочной железы метастатическим, но они почему-то начинают, ну ряд пациентов крайне агрессивно себя ведёт. А действительно, есть такие пациенты, сейчас обсуждается определение мутации ПИ3К, которое выявляет 40% случаев, но мы это ещё пока не делаем. И вот больные, которые не отвечают на комбинацию гормонотерапии с ингибитором циклин-зависимых киназ, а это первая линия для больных группы неблагоприятного прогноза, это пациенты, большей частью, почему у них возникает прогрессирование? Оно обусловлено как раз-таки вот этой самой мутацией ПИ3К, которая сама по себе является признаком неблагоприятного прогноза, и к тому же ещё у нас будет препарат Апелисип, который в комбинации с гормонотерапией пациентов, которые уже получали гормонотерапию, в том числе с ингибитором циклин-зависимых киназ, даёт достаточно хорошие результаты. Поэтому чем меньше период после проведённой адювантной терапии, чем меньше период возникновения, интервал меньше до возникновения отдалённых метастазов, тем больше висцеральных метастазов. При отсутствии висцерального криза это основание для назначения интенсификации лечения к гормонотерапии ингибиторов циклин-зависимых киназ. И если посмотреть, если есть два и более, а то и три признаков неблагоприятного прогноза, это иллюминальный B-тип, эндокринно-резистентный, диссиминированный процесс, то вот это как раз-таки иллюминальный гормонопозитивный по типу ведёт себя так же, как и трижды негативный. В том числе, кстати, и молодые женщины исходно преминопаузального статуса. Очень важно выключать премин у женщин, переводить их в постменопаузу. Это расширяет возможности лекарственного лечения и снижает активность процессов в организме. Ведь каждая опухолевая клетка – это та же самая клетка-организм, а у молодой женщины организм направлен вырастить всё живое, что в ней развивается. И действительно важная, с моей точки зрения, ещё вторая Нобелевская премия, точнее, на первой, в 2001 году была вручена за открытие в области регулятора клеточного цикла. И как раз-таки эти ингибиторы циклинг-зависимых киназ арестовывают клеточный цикл, и мы можем контролировать и переводить пациентов из такого непонятного агрессивного течения в контролируемое состояние, в стабильное. Наша задача, как у любого человека, мы все ограничены определённым периодом жизни, но чтобы, если им возникает хроническая болезнь, она эффективно контролировалась. И вот для больных гормонопозитивным по типам, с признаками неблагоприятного прогноза, мы имеем сейчас два ингибитора циклинг-зависимых киназ. Это палбоциклиб и рибоциклиб, которые сопоставимы по эффективности, у них разный профиль токсичности. Для палбоциклиба более характерна токсичность, связанная с лейкоцитарным ростком, а для рибоциклиба более свойственна кардиотоксичность. Но я такое не видела, хотя трижды нужно определять ЭКГ, отслеживать ЭКГ, но у нас не было проблем с кардиотоксичностью, хотя мы имеем сейчас опыт ведения больных в рутинной клинической практике на рибоциклибе. Рибоциклиб сейчас относится, в отличие от палбоциклиба, к жизненно важным препаратам. Был большой метаанализ, который попытался определить профиль пациента, для которого наиболее эффективная комбинация гормонотерапии с ингибиторами циклинг-зависимых киназ. И здесь большое внимание, с моей точки зрения, уделяется особенно отсутствие рецепторов прогестерона, а это всегда в диаде, всегда на это надо обращать внимание. И алгоритм лечения больных хердопозитивным метастатическим раком молочной железы. Мы четко понимаем, пациенты с индолентным течением могут получать гормонотерапию, гормонотерапию и гормонотерапию. В ряде случаев, когда возникает резистентность, мы можем переводить их на комбинацию гормонотерапии с ингибиторами циклинг-зависимых киназ. Если же пациенты изначально неблагоприятны, мы видим неблагоприятный прогноз, конечно же, нужно начинать с комбинации гормонотерапии с ингибиторами циклинг-зависимых киназ. И, конечно, у нас еще в арсенале остается, который мы тоже не должны забивать эту комбинацию гормонотерапии с ингибиторами МЕНТОР. Поэтому я всегда возвращаюсь к словам Николая Николаевича Петрова, который в день победы нашей страны над фашистской Германией в книге «Вопросы хирургической диантологии» написал. «Хирургия не исчерпывается наукой и техникой, больно затрагивает человеческий организм, глубоко в него проникая хирургия и достигает вершин своих возможностей лишь в том случае, если она украшена высшими проявлениями бескорыстной заботы о больном человеке. И мы всегда стремимся к этому, поскольку больной – это всегда человеческая личность со всеми ее сложными переживаниями, а отнюдь не безличный случай». Благодарю за внимание. Спасибо. Дорогие друзья, есть возможность задать Татьяне Юрьевне. Пожалуйста. Татьяна Юрьевна, я вас приветствую. Спасибо за, как всегда, интересное обзорное сообщение. Так все по полочкам вы разложили еще раз. У меня вопрос такой. «Насколько вы считаете перспективным и в каких подтипах, в каких ситуациях определять рецепторы к андрогенам с целью назначения антиандрогеновых препаратов?» И второй вопрос, он будет короткий. Почему весь фокус для иммунотерапии сделан на трижды негативный рак? Мы знаем, что при HER2-позитивном раке до 20-30% есть выраженная лимфоцитарная фильтрация в опухоли. Спасибо. Совершенно закономерный вопрос, и вы правы. Но если говорить так уже четко, для трижды негативного рака молочной железы можно определять рецепторы андрогенов, но у нас нет никакой такой большой доказательной базы, которая бы подтвердила эффективность данного вида лечения. Это изучаемая методика, она не может быть использована в рутинной клинической практике. А соответственно, иммунокомпетентными опухолями является как трижды негативный рак молочной железы, так и HER2-позитивный рак молочной железы. Там и там изучается комбинация с иммунотерапией. Просто мы имеем более зрелые результаты сейчас для трижды негативного рака молочной железы. Думаю, это не конец. Мы увидим еще другие результаты и при других биологических потипах. Но сейчас это первая победа для больных трижды негативным раком молочной железы. Субтитры создавал DimaTorzok